Не только для бизнес-встреч. В этот день Минераловодский выставочный центр стал местом для сверки часов представителей энергетического комплекса всего Северного Кавказа. Кто не смог приехать лично, подключился в режиме ВКС. Основная тема встречи – подготовка субъектов округа к отопительному сезону. В целом мы видим по Северному Кавказскому северному округу субъектам федерации проблемы в электростевом комплексе. По некоторым субъектам, не по всем. Мы знаем, чем эти проблемы вызваны. Намечены планы и по повышению надежности, и по финансированию, дополнительному финансированию подготовки к отопительному сезону. Выделены дополнительные деньги, полтора миллиарда в целом на округ. В числе первоочередных вопросов, решать которые необходимо при активном участии региональных властей, министр назвал многолетнее тарифное недорегулирование, высокий физический износ оборудования, а также низкую платежную дисциплину. Задолженность субъектов округа перед энергетиками превысила 67 миллиардов рублей. Лидер – Дагестан – около 20 миллиардов. При этом на Ставрополье, наоборот, потребительская задолженность снизилась. Министр энергетики страны отметил высокий уровень подготовки края к предстоящему сезону. Здесь вообще невидимы никаких проблем. Можно сегодня сказать, что уже готовность существует, аварийность в темном комплексе падает. Только с этой генерации, которая работает в Ставропольском крае, проблем нет. Вводятся даже новые объекты, вестренные станции, солнечные станции. Поэтому я рад, что в Ставропольском крае такое отношение к энергетике. На Ставрополье подготовка к новому отопительному сезону началась, как только закончился предыдущий. Теплоснабжающие организации края уже на 98% готовы к холодам. Подключить нужно будет порядка 10 тысяч многоквартирных домов по региону. Котельные завершают процесс подготовки. Кроме того, за это время провели необходимые работы на сетях тепло- и водоснабжения. В прошлом периоде мы начали работы по поручению губернатора Ставропольского края на территории города Невиномыска. Мы провели работы по замене, по капитальному ремонту сетей теплоснабжения. В текущем году мы завершим работы по устройству блокно-модульной котельной в городе Невиномыске. Почему именно Невиномыска? Потому что в предыдущие периоды, вы знаете, у нас были проблемы. Мы получили сети, они достаточно изношены. И по поручению губернатора Ставропольского края мы более пристальное внимание оказываем этой территории. Готов к холодам и энергетический комплекс края. Помимо текущих задач проводилась работа над решением проблем в Придгорном, Кировском, Шпаковском округах и Ставрополье, где прошлой зимой возникали перебои с электроснабжением. Весь год этим занимались и занимаемся до сих пор. До конца октября проводились работы по замене фидеров, линии электропередач. Мы к концу октября закончим эту работу по этим районам. И более того, мы включаем в инвестиционные программы на будущие периоды более масштабное технологическое перевооружение и ремонт данных сетей. Отметили на заседании то, что Ставрополье сейчас в лидерах на юге страны по развитию и получению зеленой энергетики. За год краевые ветроэнергетические станции вырабатывают около 800 мегаватт энергии. У нас еще три электростанции будут построены. Мы доведем свою электроэнергетическую энергию до 989 мегаватт. Это был пакет номер один в 2025 году. Возможно, я ничего не говорю, будет дальше разыгрываться дополнительный пакет электроэнергетики. Мы хотим в Левокумске на 100 мегаватт электростанцию и дальше развивать наш Армавийский коридор. К холодам готовятся и Кира Мартынова, и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение.